Это для хайпа. Ты к ней не подходи. Она лесбиянка, она тебя заразит. А это мальчик или девочка? Если отец узнает, он уйдет из семьи. Зато я не залечу, мам. Я знаю, ты посмотришь это видео. Не волнуйся, я не залечу. Меня зовут Маша, мне 18 лет. Я художница и с недавнего времени стримлю. Не как Карина, чуть по-другому. Сюда пришла, это как что-то новое. Познакомиться с интересным человеком. Тоже было бы круто. Привет. Привет. Аня. Приятно. Меня зовут Аня, мне 18 лет и я лесбиянка. Я занимаюсь легкой атлетикой, учусь, ожидаю познакомиться с новым человеком. Расскажи о своих увлечениях и о том, какой ты человек. Я художница, то есть разные штуки рисую. Делаю стикеры, делаю всякие подвески и стримлю. Ну, недавно начала на Твиче. Человек, я очень странный. Очень эмоциональный во всех планах. То есть у меня вообще мимика бешеная. Добрый. Можно так сказать иногда. Я занимаюсь легкой атлетикой. Это одно из моих таких больших увлечений. Ну, человек, я такой стеснительный. Как ты стал геем, стала лесбией, пансексуалом? Сколько лет, как ты это поняла? Я не совсем уверена, что лесбиянкой можно стать. Ну, вопрос немножко некорректно. Да, типа такой, встала, такая, все, сегодня я буду. Все, я решила, я сегодня буду такой, а завтра посмотрю. Да. Типа, такими рождаются. Ну, типа, я давно догадывалась об этом, как бы, но я не совсем понимала, что это. Но в 14 лет я это поняла, типа, я приняла это. Сколько тебе сейчас? 18. Ну, как бы, я тоже лет в 13 примерно осознала, что вот я вот такая. И до меня дошло, что я всю жизнь. До 13 лет именно засматривалась на девушек. То есть не просто там, о, прикольно, а именно так, типа. Вопрос такой, конечно, некорректный немножко. Люди такими рождаются? Если что. Знают ли твои родители твоей ориентации? Мама знает. Как бы, я ей призналась в 14. И она мне говорит, если отец узнает, он уйдет из семьи. Я такая, ну, блядь, что поделать? Ну, отец, не знаю. Возможно, догадывается, но конкретно не знает. Мама принимает. И когда у меня девушка была, она нас, типа, можно сказать, любила и принимала. Это странно, конечно. Я думала, такого в жизни не будет. Короче, как-то так. Мои родители знают. Как бы, я сказала себе, что если у меня будет первая девушка, то я, типа, сразу скажу родителям. Я сказала своей маме. Думала, что будут проблемы со своей бабушкой. Типа, она очень верующая. Я думаю, господи. Типа, только не это. Богохульники. Да, и она мне сказала, что она меня все равно любит. Типа, любой. Ну, брат, ты не засунешь. Ну, такое дело. Если бы ты могла, что бы ты изменила в том, как тебя воспитывали? Мне кажется, я бы изменила то, что можно было воспитывать меня более самостоятельно и, как бы, поувереннее в себе. Ну, а так, мне вполне устраивает, как меня воспитывает. Я, наверное, хотела бы, чтобы родители как-то с детства показали, что вот ты в любой момент можешь прийти ко мне, с любой проблемой вообще, с любой, и рассказать мне, поделиться чем-то. То есть, они мне это говорили, но очень редко. С папой, то есть, я вообще, как бы, привет, пока, доброе утро, спокойной ночи. С мамой, да, вот если прям вот капец какой-то в жизни наступает, я прихожу к ней. И хотелось бы больше таких доверительных отношений, потому что я много чего скрываю. Не потому, что это что-то очень жуткое, потому что я знаю, что мама распсихуется и, там, не пустит или куда-то. Если бы ты собиралась стать близким другом для человека, напротив, что бы ты ему рассказала? Что он, по твоему мнению, должен о тебе знать? Неплохо, вот это вопрос. Ну, я собственник, я пытаюсь с этим бороться вообще всеми силами, то есть, у меня всю жизнь так, если человек мой, то не трогай, он не отойдет, он не дышит у него, пожалуйста. Потому что я всю жизнь мечтала, типа, что вот у меня будет один лучший друг, там, мы с ним вообще вдвоем будем везде и всегда. Так не бывает. И вот с этим чувством я, как бы, борюсь. Что я тебе должна была бы знать из? Я даже не знаю. Я люблю Марвел. Окей, я думаю, этого достаточно. А еще и феминистка. Это круто. Я стримила, зашла к одному стримеру, Дундуку, у него в комментах спрашивают, а правда, что Мариока, это мой псевдоним, феминистка? Он такой, улыбится, чистая правда. Я такая, блядь, что? Как ты это понял? Блин, как, чувак? Ты всевидящий око? Он такой, ага. А что ты стримишь? Ну ля какая. Игры? Какие? Escape from Tarkov. Это, короче, шутер, приближенный к реальности. Жестко. Ну хоть не Dota. Блядь, я никогда не играла. Я пробовала, мне не вкатывают такие игры. У меня детство прошло с братом, Half-Life, КС, Майнкрафт до сих пор люблю, простите, не бейте. GTA. Это просто One Love. San Andreas. Не. Here we go again. У меня до сих пор карьера задрота у меня с трех лет. Как к тебе относятся окружающие? Ой, к окружающие относятся вообще по-разному. Молодой человек. Да, 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 да. Я помню, я ехала в метро и залипала в телефон, и ко мне подошел пацан, ударил мне по голове, типа, чтоб я уступила место. Со жирстком. Насчет того, как ко мне относятся, когда у меня были короткие волосы, вот как у тебя, меня все время называли молодым человеком. Все время. Я так бесила, это вообще жутко. Меня раньше тоже, кстати, когда я была в младших, ну, или в средней школе, постоянно спрашивали, типа, мальчик или девочка? Мальчик или девочка, мой любимый вопрос. А это мальчик или девочка? Тебе ебут. Я помню, как я только начала учиться в колледже, у меня тогда были короткие волосы, я тогда подстриглась, уломала маму, она мне очень долго не разрешала, очень. Я подстриглась, начала быть такой, знаешь, уверенной, такой, ух, сука, не подходи. И там была в параллели одна девочка, которая новенькая говорит, ты к ней не подходи, она лесбиянка, она тебя заразит, ты вообще, вот, держи расстояние, не подходи. Потом, через какое-то время эта же девочка рассказывает, слушай. Я была влюблена два месяца в рыжего мальчика, потом оказалось, что его зовут Маша. Судьба? Я долго вела свой инстаграм, все думали, что я парень, типа, я разговаривала в мужском роде, со своей бывшей девушкой мы говорили, что типа, мы геи. Ну, ты же с короткими была? Да. Ну, типа, и моя девушка тоже, я была Женей, она была Матвеем. Типа, и это очень долго продолжалось, где-то полгода, и люди вообще, ну, типа, их вообще ничего не смещало, не то, что у нас голос, как будто нам по пять лет. А потом, когда я уже, типа, сказала, что я девушка, мне сказали, что это фотошоп, что у тебя нет груди. Типа, а как ты грудь прятала? Это монтаж. Это фотошоп. Это для хайпа. Да. Ты врешь. У тебя был опыт отношений с противоположным полом? Да, был. Это было очень странно, типа, как бы, я общалась с девушкой, которая, типа, мне нравилась, у меня уже были, типа, парни, и я такая, типа, ну, надо мне что-то подыскать. Ой, я что сейчас парнем, я и без парня. Я встречалась с разными парнями, типа, просто гулять, некоторые просто, типа, после первой прогулки заканчивают что-то, некоторые на первой прогулке лезли, типа, ко мне целоваться или еще что-то, и, типа, типа, чувак, полегче. Парни. Я встречалась с мальчиком, типа, полгода. Да сколько тебе было? Мне тогда было 14. Это как раз перед тем, как я поняла, что я лесбиян. А ты? В 12 лет с мальчиком целовалась, все. Все? Класс. Настолько прям жирского. Я никогда это не забуду. Нормально. Есть ли что-то, что ты уже давно мечтаешь сделать, почему ты еще этого не сделал? Сложный вопрос. Я хотела вообще, типа, заняться, типа, фотографиями, или, типа, фотографировать людей, или заняться, типа, снимать видосики на YouTube, но у меня как-то не хватает ресурсов. Нет. В этом вся проблема. Что я мечтаю сделать? Давно хочется свалить отсюда, из этой страны. Но, как бы, да, я живу с родителями. Сильно не заработаю. Конечно, еще хочется очень продвигать, как бы, себя, как человека, как личность, творческую, свое творчество продвигать. И я ленивая жопа. Как бы, как бы, нужно в первую очередь бороться с ленью. Что в отношениях для тебя наиболее ценно? Верность и честность. Я не представляю, как можно брать любимого человека в отношениях. И как можно изменять тому, кого любишь? Ну, да. То есть, если ты изменяешь, то, как бы, мне кажется, ты не любишь этого человека. Ну, да, я соглашусь с этим и, типа, еще, чтобы было как-то взаимопонимание. Нет, это обязательно. Потому что, когда вы там двух разных планет и не понимаете, что вы вообще делаете в отношениях, и, ну, сразу можно их закончить. Ну, отношения — это компромиссы, скорее. Да. То есть, даже если люди разные, а так все время происходит, люди в любом случае разные, они находят какие-то компромиссы. Нужно общаться друг с другом, всегда анализировать отношения, потому что отношения вот у меня именно так и развалились. У меня тоже. Все грустно. Ты бы хотела пойти на второе свидание с человеком напротив? В смысле, это свидание? Я шучу. Ну, давай. Я кикбоксом занималась, ты это помнишь? Ну, так я рискую. Я рискую. Рискуешь, да? Да. Кстати, сегодня в хабе... Лесби-бар. Ты идешь? Да. А во сколько он начинается? Всем. Что, в хаб сегодня? Сегодня в хаб. На Лесби-бар. Мне очень понравилось, типа... Вначале мы, как-то, разнервничались, засмущались, но под конец уже, типа, разговорились, нашли общие темы. Это, знаешь, и именно то урожение, когда, типа, внешность обманчива. Когда ты такой смотришь, ну, типа, девушка с девушкой, потом там с ней пообщался уже один на один, и, типа, такой, вау. Типа, я бы пообщалась еще. Это, это что-то новое, это, это прикольно. Мне понравилось, приятно с Аней общаться было. Вроде интересный человек, то есть, я не могу пока так сказать, надо пообщаться. Не бойтесь заявлять о себе. Вы такие, какие вы есть, вы не неправильные, и, знаете, не пытайтесь починить то, что не сломано. Любите себя. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, мы это очень ценим. А также вы можете посмотреть другие видео здесь и здесь.